Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Я поздравляю вас с Новым Годом! Рассказывайте, как отметили, рассказывайте, что вам подарили, какой самый лучший подарок вы получили на этот Новый Год. Я в этом году отметила как-то невероятно душевно, невероятно хорошо. Это чемодан. Там часть моих подарков. Это вот такая вот сумка. Там тоже подарки. Просто это прям огромная коробка с косметикой. Ну ладно, во всем порядку. Начнем вот с этого. Вот столько подарков находилось вот в этой вот черной штуке. Давайте начнем по очереди все это доставать. Итак, вот такая вот шапочка. Это ручная работа. И моя подружка однажды увидела, что я хожу, знаете, вот в таких вот шапках, которые носили еще с тройкицами. Я думаю, вы поняли, вот с этими вот штучками прикольными. И она такая, блин, прикольная шапка. Где-то взяла, ла-ла-ла. Она вот эти вот все опроки стала сдавать. И я сказала, что мне понравилась шапка, заказала на ВВ. И на Новый Год она дарит мне вот такую вот шапочку уже в моих цветах с отсылкой к бездне. То есть здесь есть рога, здесь выполнены ушки, прям как у бездны. То есть вот с этими булавочками. И я прям безумно рада видеть эту шапку, потому что она мне правда очень нравится. По-моему, это выглядит просто очень круто. По крайней мере, я реально довольна. И мне очень нравится, что здесь именно не ушки, а здесь прям рога. И как видите, их можно ставить вообще как тебе хочется. Достаем следующую вещицу из пакетика. Мне кажется, что ни один мой Новый Год не может произойти без того, чтобы кто-то не подарил мне бакугу. Потому что в каждом моем виш-листе для тайного Санты, для просто друзей у меня всегда висит пометка. Обязательно дарите что-нибудь с бакуга или черно-оранжевое, или что-нибудь, ну вот в этой вот эстетике. Так что да. Это, кстати говоря, мой самый первый фанкопок, который именно мой личный. У меня их реально не было. У меня очень много разных фигурок. Потому что того же бакуга у меня стыдное количество. На самом деле, очень его много. Иногда я захожу в эту комнату и думаю, ну какой-то дурдом происходит. А потом думаю, ну это же мой дурдом, и я король этого дурдома. Так что нормально. Не все подарки я получила вчера. Некоторые подарки мне дарили раньше, потому что не со всеми друзьями так получается можно отметить Новый Год. Так вот, один из подарков, который мне подарили, это вот такая вот сумочка. Если честно, я очень хотела именно ее. У меня уже есть две подобных. Я сделала из них даже кастом. Но я очень хотела, когда узнала, что у новой коллекции есть треугольник, именно треугольный. Причем треугольные, ну у этой сумочки были разные, они были кожаные, они были, по-моему, тканевые. И я хотела именно нейлоновую, и вот мне ее подарили перед Новым Годом. И я безумно счастлива. Конечно же, я уже обвешала ее разными брелками. И, кстати говоря, вот у этого брелка тоже есть история. Сейчас я вам ее расскажу. За несколько дней до Нового Года. Это мне подарила моя подписчица. Но я не знаю, как это комментировать. Посмотрите, пожалуйста. Это ручная работа. Это брелок из акрила по мотивам нашей первой футболки не ироничная. Вот это. Я влюблена в него. Я в него влюблена. Я прямо сейчас на мою сумочку вот эту вот повешу другую. Красоте невероятная. Я очень в восторге. Это круто. Собственно, сумочку мне тоже подарили на Новый Год. И теперь у меня получается один подарочек и второй подарочек. Боже, шикарно. Кончайте. Ну, кончайте. Ах, да кстати. Короче, недавно в шортс я решила устроить себе небольшой челлендж. Собрать стильный образ в одном магазине и за один день. Покупала вещи я в фамилии в торговом центре Аренаплаза. И я хочу подробнее рассказать вам о том, что присмотрела там себе в зоне Gold Brands с премиальными брендами. Я вижу внезапно одежду от Филипп Плейн Спорт. Посмотрите, какая была скидка. Была практически 45 тысяч рублей. Стало 5 тысяч. 5 тысяч 479 рублей. Скидка 80%. Стоила 16 тысяч эта вещь. Хочу сделать важную заметку, что фамилия это не second hand. И товары закупаются напрямую у производителей. И их ассортимент не повторяется. Так что если вы придете в другой магазин фамилии, там можно будет найти совершенно другие эксклюзивные вещи. В фамилии легко собрать себе супер крутой лук, который точно ни у кого не повторится, поскольку многие вещи продаются в единственном экземпляре. Ведь в магазинах фамилия более внимания 5000 брендов. Также много крутых вещей для дома и уюта. Короче, фамилия это настоящая находка и поиск сокровищ. Ведь в каждом магазине можно найти что-то уникальное. Кстати, обязательно поделитесь в комментариях, находили ли вы крутые вещи из магазина фамилии в своем городе. И что это были за вещи. Кстати, расскажите, пожалуйста, как вы обычно относитесь к подаркам. Потому что я, когда собираюсь с моими друзьями, я всегда пишу обязательно вишлист. Потому что я понимаю, что очень тяжело обычно бывает дарить подарки. Ну и сама тоже читаю вишлисты тех, кому иду в гости. Это, мне кажется, достаточно интересно и важно. Ой, у меня он заджесался. Рассказываю. Вчера мне подарили вот такую вот палку для света. У меня она была в вишлисте. И также мне подарили еще одну палку для света. Потому что она тоже у меня была в вишлисте. Чего-чего, а света никогда много не бывает. Сколько у меня дома источников освещения. Но этого мало. Кстати, одна из них здесь. Вот она прямо сейчас на меня светит. Так, теперь распакуем вот эту. Внутри был переходничок. Потом здесь была вот такая вот штука, видимо, для того, чтобы эту палку можно было с собой носить. О, я поняла, что это за лампой. Это очень хорошая. Фотографы ее часто используют. По крайней мере, у своих друзей я ее видела. О, она уже была заряжена. Мне не потребовалось ее заряжать. Посмотрите, какая она яркая. Она прям очень яркая. Даже некомфортно смотреть. Ой, да. Когда ты направляешь ее себе в глаза. Так, у нас сейчас стоит 100% яркости. Ага, вот пошли сменные цвета. Блин, ну мне очень нравится. За несколько дней до Нового года. Кстати, имеет отношение к Сияшке. Что происходит? Таня приехала ко мне. Я в шоке. Стою просто. Не могу продолжить человека раздеться. Потому что... Что я тебе несла? Так, держите. Но пока не распаковывайте. Сейчас. Давай. Ой. Меня только что шокировали. Я ударила человека подарком, который мне подарили. Я решила в этом году, так как ты обозревала ужасные адвент-календари, сделать себе нормальный адвент-календарь. О, боже, это адвент-календарь? Да. Я хотела... Вообще, мы должны были встретиться раньше. И я подготовила под каждый день подарок. Ты чё? Ты чё творишь? Вот ещё. Ты чё творишь? Это штатив упал. Ещё один. Это просто самый смешной подарок. Потому что угадать, что здесь. Коробка не соответствует наполнению? Да нет, это прикол, что типа... Это подушка от геморроя? Это просто прикол, что у меня не нашлось подходящего размера бумаги. Я такая, угадай, что здесь? Викторина. Ну ладно, это шестой день. Шестой распакуешь. Всё, можете распаковывать. Я в шоке. Это же для Каролины здесь. Спасибо. Так, ладно, с какого дня мы начинаем. С какого? Давайте с первого. Так, распаковка адвент-календаря внезапно появилась. Я в шоке, у меня просто нечего сказать. Здесь просто небольшие разные подарки. Это так для разогрева. Так, я уже поняла. Это... Это... Это все, что я люблю. Спасибо тебе большое. Вот этот дон-календарь за очень пушатный лайк. Я думаю, что это больше понравится Каролине, поэтому я думаю, ты для нее. Так, ладно. Давай. Я думаю, это останется в этом доноре. Боже, что там? Блин, в аудрис, конечно же. Конечно же, где я еще могу отаковать. Во-первых, официально, это теперь еще твоя чаша, когда будешь... Да-да-да, это еще твоя абсолютно чаша. Это все, типа, конечно, хорошо, но в Шрексе. Классно. Короче, я сейчас сижу, монтирую видео, и я поняла, что у меня есть реально проблема. И я не выговариваю букву Р, причем никогда этого за собой не замечала, но сейчас я монтирую, и я слушаю, что я очень плохо выговариваю слово Шрексе. И даже сейчас мне очень тяжело это говорить. В связи с чем у меня вопрос? Кто-нибудь во взрослом возрасте занимался с логопедом, или что вы мне вообще делаете? Как мне пойти теперь к логопеду и сказать здравствуйте? Ну, в общем, у меня проблема с произношением слова Шрек, поэтому я решила обратиться к вам. Научите меня говорить слово Шрексе. И слово Шрек, ну, просто как это вообще работает? Я никогда в жизни не была у логопеда, но только это все маленько было. И для меня это что-то очень новое. Интересно, вот кроме меня, если сейчас кто-то произносит слово Шрексе и слово Шрек, у вас есть проблемы? Или это только вот у меня Шрэ, какая-то трэш? Я в шоке. И третий тоже для Каролины. Ага. Они идут в комплекте вот с этим. О май гад, мне страшно, что там будет сейчас. Я сама сделаю пакет. Ты представляешь? Нифига. О, подождите, сейчас. О, ты сама. Это духи Шрек. Офигеть. Они же хороши. Да? Они слушают. В смысле? Ты не слушала? Они очень даже хороши. Эти мне нужны. Да. Весьма себе Шрексе. Ты современная принцесса. Да, хорошая. И конфеты. Я ожидала, конечно, от тебя абсолютно чего угодно, но не вот этого. Блин, почему в этом году мне дают такие прекрасные подарки? Я не понимаю, что я сделала. Что это может быть в таком? Мы с тобой это обсуждали. Это свеча, которую я хотела. Это свеча, которую я хотела. Кокосе. Рассказываю. Однажды я пришла с Татьяне. А у меня, как всегда, там невероятная эстетика. Вот самый птичный человек в моей жизни. И я прихожу к ней, а там какая-то очень странная свеча. Я не понимаю, что это. А она говорит, а это свеча в кокосе. Я такая, я заинтересована. Боже, это так пахнет. Да. Просто абсолютно гениальное решение. Туда можно самую потом еще свечу будет наплавить. Да, кстати, как это пахнет. Да, даже до меня доходит, хотя я стою в метре. Я просто очень люблю запах кокоса. Это невероятно вкусно. Но, на всякий случай, вот еще одного коробочка. Там маленький противогаз. Я имела в виду этот, если загорится что-то, как эта штука называется. А в другом свече? Да, справедливо. Цифра 5. Распаковочка чех. Еще одна свеча, но она с необычным названием, точнее брендом. Так, эта свеча не от бренда Бездна, у нас такого пока нет 100%. Итак, смотрим. Эта свеча Бездна, но не вашего бренда. Мне казалось, что такая свеча должна быть у нас. Бездна, новый автомобиль? Так пахнет кожа, когда ты покупаешь, Татья, абсолютно подтверждаю. Когда-нибудь я куплю себе Майбах. Надеюсь, я вкушу этот аромат. Так, ну, пятый, это просто очень смешно, что типа викторина. Что же там? Мне страшно, но я вижу, что здесь галочку оранжевого. Да, потому что вы любите оранжевый цвет. Это лампа? Да. Действительно, а лампа нет. Что же там? Мне надо. Я очень люблю всякие подсветки, встречающиеся в штуке. Я в оседельном восторге, что оранжевые ленточки везде. Блин, мне жалко ее разрывать, поэтому я буду стараться открыть это своими ногтями. 10 секунд спустя. Все, 10 секунд прошло. Сейчас нужно снимать. Ладно. Охренительно огромное. Это думало, это просто коробка такая большая. Трэш! Это лампа грибочная. Да я уж поняла. У меня точно такая же белая. Офигеть! Она реально огромная. Эта лампа... Кстати, тебе идет. Есть холодный, теплый и белый. Прекрасно. Блин, это очень стильно выглядит. Очень стильно выглядит. Ты ответила в телеграме на мой пост с этой лампой, когда я свою белую распаковывала. Но вот так заказывала. Это очень круто. Это просто очень круто. Такой свет невероятно красивый в жизни. Им нравится, что она сразу создает разные настроения. То есть она прям вообще вау. Им нравится даже больше теплый. Согласна. Самый главный подарок. Я очень надеюсь, что понравится. И подойдет в любой офис, либо тебе домой. Я просто испытываю жесть, потому что это один из лучших моих подарков. Вообще, эво. Я в шоке. Как думаешь, что там? Я думаю, там что-то из фототехники, если честно. Потому что очень тяжелое и длинное. Близко, да. Близко, да? Что-то для фото, для видео? Ну, я думаю, что тебе это пригодится именно для создания контента. Нет, только не говори мне, что там то, о чем я думаю сейчас. Ты поняла, да? Нет, 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 нет. Вы еще не понимаете, но до меня уже допирают. Я сейчас просто... Серьезно! Короче, у Тани есть дома потрясающая лампа, которая выглядит невероятно круто. Я пыталась себе такую же заказать, когда я ее увидела. Таня мне, конечно же, дала ссылки в сезон. Но она мне просто не приехала, у меня заказ отменялся. Я уже была разочарована, но это нереально крутая лампа, я в шоке. Спасибо тебе большое. Я вообще кто после этого всего? Что за дары? Ее еще в ноябре она шла месяц. Я так переживала, что она не успеет к Новому году. Но благо, что не отменилась доставка. Крустячие питье и пельмени. Собрали эту потрясающую лампу. Вот о чем я говорила. Нереально красивая штука. Happy New Year. Ой, спасибо. Мне подарили вот эту вот утку. Кто смотрел мой влог, когда я была в Японии, вы точно видели эту утку. И я была в полном восторге, когда узнала о том, что мои друзья запарились. И решили реально узнавать о других моих друзей. Чтобы наверняка у меня такой утки не было. Потому что в влоге я ее показала. Но я ее не купила. Я правда очень ее хотела. Уж 10 раз пожалела о том, что я не взяла. Но блин, открывать подарок, который ты очень хотела купить, но не купила. И вот тебе его дарят. Это восхитительно лучший. Ну посмотрите, какая глупая утка. Я теперь буду с ней только плавать и купаться вайне своей. Достаем еще один пакетик. И смотрим, что же там. И здесь... Ого! Так. Кстати, я вчера эту штуку не примерила. Поэтому сейчас вместе примерим, посмотрим. Вот так вот это выглядит. Максимально стильная, теплая, зимняя вещь. Мне очень нравится такой стиль. Это эстетика. Это очень здорово. Мне нравится, что эта вещь сшита из нескольких разных кусков ткани. То есть здесь она прошита. Здесь она прошита. Она реально очень круто выглядит. Вот, конечно, немножко с другим аутфитом. Немного с другой прической выносить. И это, мне кажется, будет круто. Если совмещать, например, с какой-нибудь панамой. С кем-нибудь, там, не знаю, перчатками, возможно, контрастными. Или, наоборот, яркими. Мне кажется, будет прям круто. И еще был Банана Кэт. Я умру сейчас. Короче, я очень сильно в одно время фанатела по Банана Кэт. И по всем вот этим вот мемам. Мне кажется, я задолбала всех моих друзей. Потому что со мной, наверное, страшно было заходить в переписку. Ибо я кидала просто все эти видео с этими Банана Кэтами. И мне кажется, я всех вот садила на это. Хаппи-хаппи-хаппи. Хаппи-хаппи-хаппи-хаппи-хаппи. И вот класс. Теперь у меня есть хороший Банана Кэт. Так, ну как я уже говорила ранее, далеко не все подарки были подарены в одно и то же время. Поэтому давайте-ка посмотрим, что лежит сейчас позади меня. Потому что здесь тоже контент. Еще мне подарили вот такой вот макбук, чтобы у меня был еще рабочий компьютер. Потому что тот мак, который у меня сейчас есть, я использую для личных целей. А с таким мне будет гораздо удобнее, чтобы он у меня был на работе. На самом деле я безумно люблю вот этот вот период Нового года. Потому что каждый день приходят подарки. Каждый день сама запаковывала подарки. У меня тут на полу просто полный мусор. Потому что я запаковывала подарки моим друзьям. Но я человек такой. Я предпочитаю дарить вот в таком стиле. Дары. Вот. Внутри какая-то ценность, но тем не менее. Ну что, как говорится, привет, сексуалка. Ну а теперь мне будет на что клеить наклейки с бездной. Так, ну что дальше открывать? Вот эту вот огромную коробку. Давид, это что за коробка? Какая милая. Какая у меня комната стоит? Это то, что я протащил сегодня. Трэш. Она огромная. Она размером с кухню. Ну да, где так. Жесть, жесть. Ну я пошла. Спасибо. Офигеть, я в шоке. Она такая огромная. Я вообще не понимаю, где ее Давид нашел. Как он это организовал? Потому что я просто ему пожаловалась, что типа я очень хочу вот эту вот штуку. Кот, твоя теперь коробочка, да, маленький? Твоя коробочка. Все, ты больше не отдашь. Правильно, жопой встал. Говорят, коробки любят котов, а коты любят коробки. Но мой кот решил ее просто покорить и сел на нее. Или вот этот вот чемодан. Ладно, я думала, что давайте начнем с чемодана. Коробка, конечно, супер. Но все-таки мы начнем с чемодана. Так, сейчас нужно очень осторожно. Подруга подарила вот такую вот потрясающую маску для сна. Значит, ее надеваешь и по идее получаешь максимально приятную релаксацию, массаж. Очень крутая штука. Выглядит славно. Подарили вообще Давиду. Вот, потому что мы часто с ним летаем куда-нибудь. И ему не очень комфортно, когда в долгих перелетах он находится и не может нормально поспать из-за того, что темно. Поэтому, надеюсь, ему эта штука подойдет и понравится. Выглядит очень славно. Мне подарили такую вот солнечную лампу. Это для меня очень нужная вещь. Как я уже говорила, много света не бывает. Это сейчас очень актуально. Я вообще хочу, чтобы у меня эти лампы были просто везде. Настолько везде, что все было только в этих лампах. Ну да. Вот, что было внутри. Давайте сейчас вместе ее соберем. Все распакуем и посмотрим, как ярко она будет светить. Собственно, я собрала эту лампу. Смотрите, какой красивый свет она дает. Просто вообще восторг. Мне безумно нравится, потому что выглядит очень ярко, очень насыщенно. И еще можно все вот это добро менять, чтобы она была вообще в других оттенках. Конечно же, я считаю, что себе нужно тоже делать подарки. Поэтому я решила сделать себе в подарок ремонт. Про это будет отдельное видео, но вот небольшой кусочек. Я сейчас нахожусь в новой всебездной. Это мой кабинет директора. Он находится в процессе. И это еще один подарок, который у меня есть на Новый год. Потому что я решила, что мне нужен нормальный офисный кабинет, где я могу проводить свое рабочее время. То есть сделать фотографии для одежды в этой фотобудке. Вот мне всякие приблуды. Ну и, конечно же, сейчас все это находится в процессе. Я обязательно сниму отдельный блог об этом. Расскажу вам, как все было и что в итоге у меня получится сделать. Ну, конечно, да, мои креативно-дизайнерские решения все еще топ. Но также в этом кабинете я хочу показать вам часть еще моей новогодней распаковки. Потому что некоторые подарки я получила на несколько дней раньше. Потому что приезжала моя знакомая, то есть популярная авторша. Ее зовут Рингека. И она подарила мне очень много подарков. Первый пакетик откроем вот этот. И здесь что-то очень тяжелое. Я распаковывала вместе с вами. Я правда не знаю, что там находится. Вот такая вот классная коробочка. И внутри еще были две вот такие розоватые штучки. Два подстаканника. Это очень прекрасно. Буду пить чай. Как раз буду все это вот так вот класть. Красиво. Открываем коробочку. Так, что это? Что-то очень блестящее вижу. Пока не понимаю, что это. Это полный куры. Друзья, мы убраться. Давайте полно все откроем. Так. Боже мой. Это просто идеальная вещь. Это невероятно. Я не знаю, что сказать. Будет новая моя шкатулка для украшений. Все, это я домой несу. Конечно, это в офисе не останется. Откуда ты знала? Я же ничего не говорила. Следующий подарочек. Здесь уже есть небольшой спойлер. Если он соответствует тому, что внутри эта чашечка. И это просто шикарно. Потому что у меня как раз в моем офисе нет моих чашек. Я просто не успела их сюда привезти. А эти... Иногда я думаю, чем заслужило таких потрясающих людей в моем окружении. Я не могу, я не выдерживаю. Блин, ну это очень круто. И это такой подарок, на котором видно, что запарились. Ну, блин, мне так приятно. Я не могу. Кстати, а вы из тех, кто любит дариться подарки или их принимать? Ну, какая прелесть. Ааа, дорогой. Приступаем к этому пакетику. Что же там внутри? Красковая. И здесь была еще вот такая вот красная коробочка. Давайте посмотрим, что внутри. Так, это что? Пока не понимаю. Боже мой! Он такой садовый! Он малыш птицы. Смотрите, какой. Это не все. О, боже, какой у меня камень сжал сумка. Я даже не хочу трогать. Значит, здесь у меня вот такая вот косметичка, которая была мне подарена. Давайте ее посмотрим. Вот люди некоторые вызывают у меня так много вопросов, потому что... Кино, Коломбина, и там еще вот такие вот трубы наклейки. Ну, смотрите, какая красота с хавкой просто. Вау! Следующий дар. И... Та-да-да-да-дам! Яндекс Алиса красного цвета. У меня в комнате с момента, как они появились, было несколько цветов. У меня желтый стоит до сих пор. Теперь у меня еще и красный будет. Ну, все. В офис самое то. На самом деле, я очень это хотела. Он у меня буквально был в виш-листе, поэтому я радость мне подарили. Давайте его распакуем и подключим. На самом деле, вот эти вот все функции умных домов, это просто жесть. У меня вся квартира буквально уже, ну, никакая не сенсорная, а все работает на языке. Буквально. Я захожу в кузер-хату, и, например, там, не знаю, Алиса, включи чайник. Яндекс, включи свет, включи люстру, включи мне розовую, зеленую, синюю подсветку. И это так удобно. Сначала я думала, что, блин, это какой-то бред, но потом по факту нет, это вообще мега удобная функция. Не знаю, есть ли у вас умный дом, и подключали ли вы, например, там, какие-то чайники, холодильники. Здесь могла бы реклама быть, но это не она, я просто разговаривала. И, по-моему, это вообще хайп-история. Кажется, количество подарков в этом году у меня какой-то за грани добра и зла. Причем все очень крутые, я нечего сказать крым слов. Как раз есть розетка, сюда я ее и поставлю. Вот так, путь тут стоять. Так, ну, вроде мне получилось ее настроить. Давай. Алиса, включи избранное. Сделаю это с большим удовольствием. Продолжаем распаковку. Так, поехали дальше. О, ребят, сейчас вы просто офигеете, потому что, когда я вчера это распаковала, я правда потеряла дар речи. Смотрите. Раз. Два. Я опять теряла дар речи. Несправедливо. Так, речь, ну-ка быстро. Это кастомная косметичка, которую сделали для меня на заказ с вышивкой, ну, как вы уже догадались, с Бакуга. Вообще, на самом деле, я не понимаю, как люди, которые смотрят меня, все еще не посмотрели Героевскую Академию и не ознакомились с Бакугой, потому что мне кажется смотреть мой контент и не понимать вообще. Потому что мне кажется смотреть мой контент, постоянно слышать про Бакугу, но не знать кто это, наверное, странно. В общем, посмотрите Героевскую Академию. Короче, сделала для меня вот такую вот кастомную косметичку, чтобы я могла со своей косметикой куда-то ездить. И теперь у меня была нормальная косметичка, а не то, как они сейчас все выглядят, которые просто в уничтоженном состоянии. А еще эта косметичка безумно качественная, потому что она вообще-то так-то двусторонняя, внутри там все черное, тоже очень красивая, я в полном восторге. И помимо этого еще был вот такой вот небольшой кошелечек, он мне тоже очень сильно нравится. Его можно там или для мелочевки какой-то будет использовать, или ну реально как кошелечек, особенно учитывая, что когда я летаю в какие-то другие страны, то там хочешь не хочешь, все равно нужно ходить в какой-то мелочи, потому что местная валюта, купить мороженое вот это вот все на пляже тоже очень нужно. Я в восторге, очень довольна, мне безумно нравится. Уф, я прям смотрю, и это очень стильно. Еще мне нравится то, что он такой немножечко монохромный, то есть не совсем как в аниме, но прям прикольно выглядит. Далее мне подарили вот такую вот штуку. Кстати говоря, сейчас мы с вами все это и протестируем. Я однажды была на съемке достаточно крупной для одного бренда, скоро узнаете. Это помогала делать всякий вертикальный видеоформат шорты, ну вот это вот все. И мне очень понравилось, как снимает ее айфон, а у меня буквально такой же был. И она сказала, так фишка же вот в этих вот линзах. И я такая, да ладно, неужели это работать? Потому что я так часто слышала о том, что эти линзы полная ерунда, что честно говоря, я даже и не верила, что это реально может быть рабочей схемой. Давайте проверим. И в общем, ну она посоветовала линзы, я добавила их в свеж лист, и вот мне их подарили. И я очень счастлива, потому что, честно говоря, я бы сама, наверное, не заказала, я бы просто или забыла, или мне бы стало лень. Ну вот честно. Правильно я понимаю, что это вот так делается? Не уверена. О, оказывается, нужно просто разобраться, в какую именно из этих камер нужно пихать. Так-то все работает. Реально. Офигеть, серьезно работает, правда? Смотрите, реально работает. Я в шоке, что происходит. Так, давайте остальные линзы тоже проверим. Так, проверяем другую линзу. Я довольна. Не ожидала, но довольна. Ого, какой эффект крутой. Мне кажется, видите, видео с таким снимать, это вообще просто улыб полным будет. Вау, улыбка очень красиво. Есть некоторые вещи, которые для меня являются базированными. Ну, кроме бакуга. Это сратые чуж... Сратые кружки. Да, у меня все кружки вот такого характера. И вот одна из моих любимых кружек. Мне, кстати, ее тоже подарили на Новый год. Да, она как бы, ну, полностью вот соответствует тому, что на ней написано. Давайте прочитаем вместе. I have a govno. This is a pen. Уроки английского языка. Вторая базированная вещь после кружек это носки. Хотя я не знаю, что раньше или что больше, кружки или носки. И это пахозавр. Мы с вами видели времена, когда актуальны были пивозавры. Теперь они смещены пахозаврами с кулюмбасиками. Внимание, курение вредит вашему здоровью. И вот это вот все. Лучше не курите. Можно ли назвать вот это вот лицемерие, учитывая, что мне не просто так подарили носки с пахозавром? Или все-таки это забота? Что это? Непонятно, но очень интересно. Это ли не лицемерие? Это ли не лицемерие? Пахозавр! Еще мне подарили вот такие носки. Здесь я останусь без комментариев. Спасибо за такие носки, дорогие друзья. Ну, короче, есть у меня чашка, на которой написано, что сегодня я буду пинать и дальше вот эти вот штучки. Продолговатые предметы с двумя шарами по бокам. Ну, вот и мне, видимо, решили дополнить всю эту картину, чтобы у меня теперь не только кружка была, но также и вот такие потрясающе классные носочки. Чел, который обложился кактусами и пинает их, а выглядит прикольно. Минутка душераздирающей истории про кактусы. Кстати говоря, недавно у нас произошла не очень приятная ситуация. Я, в общем, своей эссе уронила кактус. Помните, у нас был такой малыш кактус? Видео часто в том году его показывало. Так вот, в неравной схватке между задницей кактусом победила моя задница. Кактус был беспощадно повален на пол. Он разбился, везде была земля, везде были колючки. Мои руки, они просто кровоточили от количества иголок, которые у меня впивали. Когда я пыталась собрать этот кактус, но... Но нет. Грустная история про кактус. Естественно, пришлось заказать новый, но тот пришлось провожать. Поэтому теперь у нас кактус Гаара второй. Следующая стадия. Нет, серьезно. Я просто не знаю, как это произошло. Я вставала, просто рандомно вставала, и каким-то образом я сбила кактус своей задницей. Вообще понимаете? Я не понимаю, никто не понимает. А как-то, собственно, наплевать, понимает, кто его или не понимает. Он же все. Все, он покинул нас. Это просто трындец. Зато теперь появился Гаара второй. Теперь так. Он панк, кстати. Ладно, идем дальше. Это подушечка с Бакуга. Он моюсенький. Смотрите, какой он моюсенький. И очень куда-то устремленный. Что это моюсенький? Ой. Вот так вот и с кактусом тоже было. Все было именно так. Так, здесь уже не Майары. Но все равно один я вам покажу, потому что это книга. А книга, особенно когда она про календор для любителей поиграть за орду, это, в общем-то, кто-то спалился, что он задрот Вова. Хотя, по-моему, я об этом уже неоднократно рассказывала. Ну, правда, сейчас я уже давно не играю. Я и так-то в геншин импак тоже сейчас не играю, потому что у меня мак. А на мак ты хрен поиграешь. Да, есть все эти зеркала и сайты, но их недавно накрыли, поэтому, ну, в общем, не играются. Ну, она в Офе, если честно, времени нет. Но это безумно крутая книга. Вот, Давид ее почитает, посмотрит, а потом посмотрю я. Ну, или как-нибудь разберемся. Вот прям, короче, про все локации из Вова это потрясающе. Не были дальше. Ой, что-то очень тяжелое. А-а-а! Я вспомнила, это очень тяжелая коробка с грейп-содами. Очень-очень люблю вкус химозного винограда. Обалдеть, как сильно я его люблю. Я готова пить химозный виноград, есть конфеты с химозным виноградом, поглощать фруктовый лед с вкусом химозного винограда, вот этого вот японского. Это мой самый, наверное, любимый вкус. Один, по крайней мере, из точного, самых любимых вкусов в мире. Поэтому мне подарили еще на Новый год целый запас вот этих вот потрясающих виноградных жишек. Если честно, я безумно этому рада, потому что это такая вещь, которую, как бы, ну, хочется и можете самостоятельно покупать, но я думаю, что, наверное, нет. Когда тебе дарят, это прям, да, кайф. Какой у вас любимый вкус? Еще одна коробка. Во-первых, рассказываю, что здесь. Моя подруга купила худак от бренда Безна, ну, потому что она в курсе, что это лучшие худаки, абсолютно, кстати, не ироничные зипки и все такое, но очень лучшее. Но мы сегодня не про то, какая Безна великая, а сегодня про другое. Купила мне худак. Не знаю, как она смогла договориться. Ну, видимо, она написала, что для меня подарок, поэтому ей отдали, короче, этот худак пошитый без принта. И она заказала у художницы рисунок. И здесь прям полноценный рисунок специальными красками по ткани. Ну, как вы уже догадались, с кем, я думаю, без меня, очевидно. Просто посмотрите на детализацию, насколько это круто выглядит. Я просто в восторге. Я, конечно, когда увидела, максимально обомлела, потому что это прям, ну, очень-очень круто. Ну, пользуясь случаем для тех, кто тоже любит Бакуга и хочет что-то себе с ним приобрести, а еще, возможно, в бренда Безна, у нас есть вот такая вот позиция. Это великий Качан. Это зипка, которая имеет отсылки к Бакуга. Тут нет ничего прямого о том, что могло бы говорить, что это именно к нему отсылка. Но для людей культуры все понятно. Это мой самый любимый вечер, говорит Роб, вообще самый любимый. Я просто постоянно на них хожу. Мне кажется, иногда я порогнюсь с этой зипкой, но... Да. И еще вот такая вот красненькая коробочка с просто невероятно крутым чокером. Это ручная работа, сделан специально для меня. Я в полном восторге. Очень красиво. Тут есть все, что мне нравится. И отсылки, и люберсы, люберсы, это круглые штуки. Я их очень люблю. И чокер, потому что действительно один из моих самых любимых видов украшения, это именно чокер. И я в полном восторге. Мне кажется, это выглядит очень красиво. Просто вот то, что надо. Ой, что-то я опять распаковала все эти подарки и снова кайфанула, конечно, по максимальному. Хотя я еще даже далеко не совсем увидела вас. Ну ладно, такое видео один раз в году нормально, нормально. Ну а теперь, дорогие друзья, мы, наверное, заступаем с вами к самому... Ну, если не к самому, к одному из самых интересных моментов этого видео, это распаковка. Вот это вот огромные штикиенцы. Я хочу снять отдельное видео под нее на мой канал, поэтому обязательно подписывайтесь. Но такой контент пропустить вообще никак нельзя, вот сто процентов. А если не подпишетесь, если бы рекомендации не попадется, что тогда делать? Как вот быть? Ладно, поехали, распаковываем. Так, кажется, это какая-то неподъемная история будет. Она будет очень тяжелым и очень огромным. И вот эта вот, короче, внутри штука, это, походу, целая шкатулка с косметикой. Так, ладно, как-то работать, реально. Ладно. Я, конечно, то, что я в шоке, это вот вообще ничего не сказать. Я не верю, что это реально упаковка в косметике. Просто пипец. Ух, трэш. Полная, полная жесть. Ребята, я в шоке. Это коробка косметики. Смотрите на ее размер, она просто не влезает в кадр. Я в шоке. Это очень круто, конечно. Ладно, мне нечего сказать, кроме слов честного. Я пойду снимать видео про вот эту косметику. Буду все распаковывать. А вы, пока я распаковываю, посмотрите вот это видео. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всех люблю и всех целую. Муа. Субтитры сделал DimaTorzok.